Адаптивная физкультура, гидромассаж и теплолечение. За 21 день здесь планируют помогать восстанавливать жизненно важные функции организма. Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов не имеет аналогов на Кубани. Чтобы пациентам каждый день не тратить силы на дорогу, а многие приезжают из других районов, построили новый спальный корпус. И что важно для людей с ограниченными возможностями, им помогают пройти социальную адаптацию. Как все работает сегодня показали губернатору. По словам Вениамина Кондратьева, качественная помощь здесь – надежда для пациентов на жизнь с неограниченными возможностями. Вот посмотрите, руководитель учреждения говорит, я гарантирую качество социальной помощи, оказываемое моим учреждением. Вот когда будет личная ответственность руководителя, где он не стесняется о ней заявить, что он гарантирует, он гарантирует качество, оказывая его учреждением. Не государственным, не бюджетным, не муниципальным. Его учреждением, его, его как своим, тогда будет качество усток, тогда не будет жалоб, тогда будет на самом деле все хорошо. Социальная адаптация не должна заканчиваться за стенами реабилитационного центра. И создание рабочих мест для инвалидов одно из важных условий. Тем более за пять лет в Белореченском районе открылись 20 крупных производств. В том числе и носочно-чулочная фабрика, соглашение о строительстве которой заключили на Сочинском инвестиционном форуме. В месяц здесь шьют до полумиллиона пар носков. Импортозамещение налицо, шутят работники. Вениамин Кондратьев интересуется, влияют ли объемы производства на зарплату. 14 тысяч скажут, плюс налоги, еще на руки 14, плюс бесплатное питание. Давайте, друзья, признаем, конечно, с точки зрения жизни и так уж много, но плюс в чем, что это гарантированная зарплата, это уверенность зарплата, безусловно, это работающее предприятие, но и развитие самого производства, это и увеличение вашей зарплаты. Все в совокупности. Вот взять, что огромную зарплату, значит, они запросами пойдут по миру. Поэтому здесь все соразмерно. Мы где-то помогаем, они развиваются, они должны быть смелыми, они должны верить в себя, в рынок. Кредиты недешевые сегодня. Все очень дорого. И зарплата все равно у вас есть, ежедневно она есть. Еще один успешно реализованный инвестиционный проект – тепличный комплекс. В прошлом году здесь собрали почти 7 тысяч тонн овощей. При этом никакой химии, уверяют владельцы. Губернатор предложил проверить это своему заместителю, курирующему сельское хозяйство. Огурцы и помидоры опыляют специально выписанные из Израиля шмили. Здесь все сделано, чтобы быть конкурентоспособными, даже если санкции отменят. Я считаю, что надо активнее сам бизнес вовлекать в управленческие решения. Сам бизнес, который входит в управленческие решения, они делают изначально правильными, экономическими и выгодными. И для бизнеса абсолютно верно. Эти решения выгодны и в целом для экономики региона. А самое главное, вы правильно сказали, они максимально жизнеспособны, потому что они знают землю, они знают проблематику, они знают рынок. Однако бурный рост экономики в районе на уровень жизни людей пока влияет не так стремительно, как хотелось. На встрече губернатора с местными жителями каждый третий жаловался на отсутствие газа. Голубого топлива нет чуть ли не в половине населенных пунктов. У нас по газопроводу 7 лет у нас долгострой. Некоторые уже печки повыбрасывали, ждут газ. Когда будет газ? Иванович, есть ли планы на то, чтобы все-таки дегазифицировать? Или на этом вы считаете, надо поставить точку газификации района? Мы отработали варианты с Газпромом по Черниговскому сельскому поселению. Есть надежда, что мы все-таки попадем в газпромовскую программу и газифицируем Черниговское поселение. Это даст серьезный толчок к развитию и Черниговского поселения, и Пшетского. Коллеги, знаете, у нас как бы такой подход. Вот если малочисленное население или поселение, то мы про него начинаем забывать. Давайте его или закрыть и переселить, или тогда обеспечить жизнь. Но так не бывает. У нас получается, если мало людей, я согласен, что экономика. Но группировать, думать, смотреть или на самом деле вести работу активную, чтобы укропнять поселение. Но забывать про них, что они существуют, там тоже люди. То есть это неправильно. Не лучшая ситуация в Белореченском районе и с электричеством, жалуются Венемину Кондратьеву люди. На хуторе Кубанском часто выключают свет. Ну, постоянно. Нету, нету, и нету света. Есть, нету, есть, нету. Андрей Анатольевич, это проблемная ситуация по Белореченскому району. У нас на контроле. Думаю, что до конца этого года Кубань Энерго эту проблему решит. Основной поток жалоб выходит из строя бытовые приборы. Потому что скачи электричество, низкое напряжение, потом опять высокое напряжение. Я надеюсь, что до конца года, вот хотя бы, я понимаю, электричество есть, вот, чтобы оно было качественным. Вы поймите, они еще и платят за это электричество. И за что они платят тогда? Много вопросов вызвала и ситуация с отменой в школах района бесплатного молока. При том, что программу по обеспечению детей молоком в регионе никто не отменял. Отменено детское школьное молоко. Причем сделано это почему-то в середине учебного года, что чрезвычайно просто неправильно. И вы сейчас столкнетесь с негативом со стороны родителей. Это была временная мера. Мы с 1 февраля возобновляем. Дело в том, что были исполнительные листы по нашим обязательствам перед поставщиками продукции, в том числе и за молоко, и за другие. Мы взяли 25 миллионов коммерческого кредита для того, чтобы развязать. Сейчас мы ситуацию развязали. Знаете, есть такая поговорка, сытый голодного не разумеет. Вот я сам по этому молоку детскому не раз задал вопрос обычным, обычным селянам, чьи дети ходят в школу. Оно им необходимо. А раз оно необходимо, значит, мы должны его взять и дать им возможность пить молоко детям в школах. Поэтому я надеюсь, что на самом деле к этой практике вы вернетесь, и проблем больше с детским молоком в Белореческом районе не будет. Не должно быть в районе и проблем с дорогами. На их реконструкцию и строительство из краевого бюджета выделили более 700 миллионов рублей. Уже к концу года в эксплуатацию должны вести долгожданный мост через реку Белую. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Белореченский район. Спасибо. 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 Спасибо.